Ведем прием лично два раза в неделю, это вторник и четверг с 11 часов и до 17 часов. При обращении к нам мы предварительно изучаем тот вопрос, который ставят они непосредственно, мы его прорабатываем, даем иногда им какие-то поручения письмные о предоставлении документов и других вопросов, которые будут возникать. Вопросы разные. Гражданство, пенсии, материнский капитал спрашивают о возвращении в Приднестровье. Таких много, говорит Леонид Монаков. В работе порядка 80 обращений. Многие ведь, особенно молодежь, они полагали, считали, что здесь в России все это будет им легко, однако ситуация здесь тоже очень непростая и с вопросами работы, трудоустройства. А там, в родном Приднестровье, там находятся их родители. Есть жилье, есть непосредственно востребованность самих приднестровцев. Требуются учителя, требуются врачи, медицинские работники. То есть в этом направлении мы с людьми встречаемся, разъясняем. С людьми встречается и президент Красносельский. Во время московских визитов наше представительство – обязательный пункт в маршруте главы государства. А этот схинвал с 2007-го здесь тоже работает представительство ПМР Приднестровье и Южная Осетия, Братские республики. Очень существенная поддержка для нас была после войны августа 2008 года, когда представители Приднестровья, по большей части молодежь, приехали на восстановление разрушенного схинвала. Очень оперативно. Одни из первых в чести Приднестровья среагировали на нашу беду, связи наши давние, крепкие. И они имеют по собой очень прочную основу. Здесь в представительстве ПМР в Цхинвале всегда выслушают, помогут. Официальное представительство участвует во всех значимых мероприятиях, которые проводятся в Республике Ужнасетия. Поддерживаются связи, контакты с органами власти. В общем, дипломатическая работа идет. В наших представительствах двери всегда открыты для всех, кто учится, работает или просто гостит в России, Южной Осетии или Абхазии.